Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парня и девчата за поддержку. Нет, речь идет не о спонсорах для Дона, у меня не такие длинные ноги и грудь у меня всего лишь первого размера. На фоне война Кастилии и Франции, чтобы вам скучно не было и для меня тренировка. Не спешите кидать в меня камни, это только идея, возможно вообще не стоит заморачиваться, просто хотел посоветоваться с вами. Все в курсе, что у нас в Дискорде по выходным дням проходят мультиплеерные партии. Иногда люди сами, естественно добровольно хотят проспонсировать лигу. Спрашивают, можно ли это сделать, а я хочу спросить, а нужно ли это делать. Или же наоборот все испортят, ну типа места все проданы, админы продажные, никому верить нельзя, пойду я лучше в другую лигу поиграю. Что изменится, если один или несколько победителей лиги получат небольшой, но приятный бонус. Как к работе или заработку, к этому конечно же относиться нельзя. Но приятно провести время и получить за это какую-то плюшечку было бы неплохо, но согласитесь. Хотя не факт, что именно вы станете победителем. Но такая возможность может появиться. Примерно я думаю, что возможно мы сможем собирать от 1 до 6 тысяч рублей, где-то в этом районе. Итак, что мы получим? Первое, это мотивация. Люди гораздо серьезнее будут относиться к своей державе, поскольку будет шанс, пусть и небольшой, но все же приятный, выиграть главный приз. Второе мы получим, это уменьшится количество ливеров. Человек не пришел, не предупредил, ну или просто забил. Вот ты с ним задипломатил, уже все договорился, а он взял и не пришел. Посадили вообще другого чувака, который с тобой разговаривать не хочет и вообще у него совсем другая политика и планы. Третье, это дисциплина. В нормальных лигах люди не собираются по 45 минут, как это делается у нас. Вот человек пришел из игровых 4 часов, он тратит 45 минут только на сборы. Это ужасно бесит. И в такое, в следующий раз уже желание не особо есть поиграть. Так мы нормальных игроков растеряем, останутся только одни опоздуны. А когда приз есть, ребят, кто не успел, 5-10 минут и сразу кик и досвидос. И все приходят вовремя, правда потом все ненавидят Акселя, но Донта в шоколаде. Четвертое, это интерес и нечего тут стыдиться. Когда приз объявлен, пусть даже символически, это всегда заманчиво и думаю, стоит постараться. Пятое, это некий бренд, но не то чтобы мы косим под золотую корову, но согласитесь, лига, где обозначен какой-то некий приз, то она становится более привлекательней, а главное узнаваемой. Шестое, это наверное конкурентная способность. Согласитесь, каждый день создаются все новые и новые лиги. И со временем нам придется как-то тяжелее выживать. Ведь надо же сражаться не только с другими игроками, но и с конкурентами по серваку. То есть, что мы можем игрокам предложить. В общем, битва за аудиторию, за игроков. Так, парни, все плюсы и минусы я вам тут рассказывать не буду, но про минусы вы можете сами написать в комментариях. Может я чего-то не вижу или вообще розовые очки снять нужно мне. Примерные правила я обрисую. Организаторы лиги, спонсоры, члены жюри, а также Дон Педро не могут претендовать на главный приз или на какие-либо другие денежные призы. Вне зависимости, как они отыграют. И даже если будут в альянсе с победителем. То есть, разделить деньги с Доном или Админом нельзя. Это будет считаться мошенничеством или подтасовкой. То есть, вне зависимости, как отыграет спонсор или админ на приз или какую-то часть приза, он не может претендовать. Второе. Деньги исключительно только на добровольной основе. Никаким выклянчиванием и вымогательством мы не собираемся заниматься. Третье. Деньги сразу же до начала лиги спонсор должен будет отправить главному казначей. Чтобы не получилось, что спонсора хлопнули на старте в первой же сессии, что не запрещено правилами, а он обиделся и вот вам дулю, а не денежки. Четвертое. Спонсор сам будет определять, за что и куда пойдут его деньги. Например, за первое место топ-1 сверхдержава. Либо, к примеру, приз зрительских симпатий. В дискорде будет голосование и один из пяти топ-держав сможет получить, ну скажем, тысячу рублей. За кого проголосуют больше людей. Пятое. Спонсоры не должны наглеть, если попадут на имбовую страну. Может так случиться, что спонсор попал на Османскую империю и давай всех душить. Может там и ничего такого нету, но со стороны это выглядит так, что место куплено, заплатил и начинает всех унижать. Ну типа что-то нагиба за бабло. Я все правила описывать не буду, поскольку они только на стадии разработки и не факт, что эта тема у нас зайдет. Что мы можем предложить спонсорам? Первое. Это гарантированное место в лиге. Не секрет, что в обычной лиге набирают 34 человека примерно. А в лигу миноров 40 человек. Можно и больше, но в любом случае желающих все равно будет больше и все не попадут. Второе. На желаемые державы в первую очередь будут сажать спонсоров, при условии, что они не будут наглеть. И в рандомном порядке рандомайзеров в интернете полно. Например, одна из 12 желаемых стран. И далеко не факт, что он попадет на имбу. Тем более на Османа или Франца. Третье. Спонсоры будут по идее дольше жить. Но не факт. Руководствуясь здравым смыслом, гораздо выгоднее заключить союз с ним, поскольку главный приз с ним делить не нужно. Немного меркантильно звучит, но согласитесь, не лишено здравого смысла. Не всегда это помогает. Например, Дэймона хотели еще на старте придушить. Прикиньте, как ему обидно было. Полтора косаря отдал, его чуть на старте не задушили. Но такое может быть и это не запрещено. Четвертое. Также можно предложить место в жюри при определении победителя. Конечно, это вам не золотой граммофон в жюри заседать, но тоже немного престижно. Нет, это не окончательные правила и предложения. Но мнение ваше я бы с удовольствием услышал бы. Можете написать в комментариях под видео. А может быть это вообще бред с сивой кобылой и только все испортит. В общем, пишите. Ну вот смотрите, что по раскладу в мультиплеерной партии Лига Психов. Джинселс сидит на французе, я на Кастиле. Француз угрожает мне войной и скорее всего будет влетать, если мы не договоримся, в июне 1490 года. Что предлагает француз? Он претендует на Иберию, также он хочет забрать Генуэзский торговый центр. То есть примерно половину Италии, Сицилию и Сардинию. Венецианский торговый центр скорее всего заберет австрияк и может быть он будет его делить с Венгрии. Но сейчас меня больше интересует, что мне делать. Хочу спросить вашего совета. Вот смотрите, что по раскладу. Француз очень силен. С экономикой у него все в порядке. Он еще успевает воевать с Миланом. То есть у нее хочет, да? Север Италии он по-любому под контроль возьмет. Что мне француз предлагает? Он забирает всю Иберию. То есть она его полностью. Но он отдает мне Магриб, Марокко, Тунис. И я остаюсь в игре. Он меня не трогает. Он на меня больше не нападает до конца кампании. Но я должен буду отдать ему полностью Кастилью, Арагон и вот Навару должен. Без войны. Если я буду воевать с ним, вот смотрите, у меня есть долги, экономика вся в печали. И француз может поднять 70 полков. Плюс он скоро закрывает количественные идеи. Я не смогу закрыть количественные идеи, ну, наверное, в ближайшие лет 20. Что-то я упустил, наверное, не хватает мне скилла в мультиплеере. С экономикой у меня все похуже гораздо. И смотрите, вот. У меня есть долги. 7 долгов. Если содержание армии поднять, то вообще будет ужасный минус. И вот смотрите, 34 полка. Лимит армии всего лишь 34 полка. Это ужасно. В то время как француз может поднять 100 полков. То есть франц меня прокатывает полностью. В моем случае разумно согласиться отдать ему Иберию, Арагон, Кастилию. Все отдать. Но он оставит мне Магриб и больше на меня не нападает. То есть выбора, похоже, у меня нет. Ну да, я буду воевать. Ну, максимум я продержусь 5 лет. Это если наберу кучу долгов, коррупции и то. И то далеко не факт, что я вытяну там даже вот эти 5 лет продержусь. То есть предложение не лишено здравого смысла. Но я хочу послушать ваше мнение, ваши советы. Напишите мне, пожалуйста, стоит соглашаться. Но сразу говорю, войну я не вытяну, я проигрываю. По-любому он Иберию заберет. Если не по доброй воле, то по силе. Так что пишите, с удовольствием почитаю ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Всем спасибо, всем пока.